Всем привет! Сегодня хочу рассказать о соединении Раху, Марс, Уран на примере творчества художника Рафаэля. Дело в том, что это соединение сейчас в августе 2002 года, а до этого оно было более чем 500 лет назад, в 1520 году, и в этом году умирает художник Рафаэль, один из самых известных в истории художников. И после его смерти миру открывается его последняя картина, преображение, и прямо над изголовью, скажем так, погребального ложи, прям ставят эту картину, чтобы люди могли прийти, попрощаться и лицезреть его и картину. Кстати говоря, эту картину очень любил Бонапарт Наполеон, он, так сказать, провел спецоперацию, чтобы ее получить, и на своей свадьбе она занимала центр композиции, вот больно он ее любил. Так вот, возвращаемся к Рафаэлю, который, кстати говоря, умер точь-точь в свой день рождения. Это прямо написано на его могиле, как я понял, это было некое пожелание Папы Римского, он умер 6 апреля, родился 6 апреля, более того, известно даже точное время рождения, третьей час ночи. Вот, у него, кстати говоря, идеальный гороскоп художников, там если строить, но не суть. Дело в том, что вот эта картина преображения, она приурочена к определенной дате, 6 августа. Дело в том, что преображение это праздник, который в католицизме именно 6 августа празднуется, и в чем суть праздника? Что в свое время Иисус с близкими учениками приходит на гору Фавор, начинает молиться и наполняется божественным светом, начинает светиться, начинаются, так сказать, явления. Вот, и есть даже отдельное направление такое, в христианстве изихазме, снимал отдельный про него ролик, который занимается тем же самым, что Иисус на той горе, стяжанием божественной благодати. То есть, понимаете, такое очень важное явление в христианской культуре. Ну, вот, и вот он снял про это, и это имеет, да, определенную дату. И вот так получилось, что вот через 500, более чем 500 лет, именно в августе, именно в том же знаке, именно те же планеты соединяются. Вроде такое интересное совпадение, но тут надо еще понимать, что Рафаэль, он, видимо, тяготел к астрологии, или как-то был с ней связан. Дело в том, что у него есть отдельная, тоже довольно известная картина, называется «Афинская школа», если я ошибаюсь. Там более 50 действующих лиц. Она создана по заказу Папы Римского для помещения Ватикана. Тоже, в общем, огромная, 770 сантиметров, вроде бы, то есть более 7 метров, она только длиной. Но суть в чем? В том, что там много действующих лиц, и есть двое. Один держит своего рода типа губу земли днем, а второй такую сферу с ночным небом. И это два известных астролога, Гепард и Птолемей. Фактически, это основоположники современной западной астрологии. Они в свое время взяли учение Вавиона, египетские наработки и греческие соединили, и то, что вот они соединили, в принципе, и современная западная астрология. И вот что самое интересное, Рафаэль изобразил себя на этой картине, и он стоит именно с ними. То есть там, еще раз почему, более 50 действующих лиц. Но он стоит именно с ними, и его учитель стоит вместе с ними. Они типа ведут некий, как бы, диалог. То есть это такая очень сильная отсылка какой-то астрологической, скажем так, истории. И явно не только я это заметил. Дело в том, что в Англии сложилась такая интересная традиция брать псевдоним, астрологи берут псевдоним Рафаэль. То есть как имя вот именно этого художника. Их там человек шесть. И считается, что именно вот эти английские астрологи закрепили систему плацу, то есть система домов в астрологии в современном западном мире. То есть снова, да, такое очень такое интересное пересечение. И вообще, кстати говоря, в этой картине финская школа, там много вопросов, потому что там есть гепартия, если не ошибаюсь. В общем, там есть единственная женщина на всей этой картине среди этих лиц. Вот, и она тоже астролог, но самое интересное, ее в свое время убили христианские фанатики и, судя из тех данных, которых есть, прежде всего за астрологию. Вот именно с этим был конфликт. И то, что это именно для Папы Римского, именно находится, скажем так, в помещениях Ватикана, для меня очень странно. Потому что там отсылки к античным богам, именно античным философам, астрологам и так далее. В общем, все очень на самом деле интересно, когда в это углубляешься. И вот об этом все вот это соединение Марс, Раху, Уран. Уран отвечает за необычность, астрологию и так далее. То есть мы видим здесь какие-то хитрые пересплетения. И вот эта ключевая картина – преображение. Там вот Иисус, он как бы наполняется светом и отрывается, идет вверх. А внизу есть вторая часть картины, не такая, уже менее каноническая, где апостолы пытаются изгнать беса из мальчика, у них ничего не получается. И вот это об этом соединении. То есть, как бы есть те, кто отрываются, кто идет в отрыв соединения Марса, Раунда, там резко вверх. А есть те, кто просто грязно в своих проблемах и ничего не могут решить. То есть, по сути, история вот этого соединения – это возможность вырваться, сделать скачок наверх. Ну, надеюсь, я вас не утомил, был интересен, полезен. Кому да, тем подписывайтесь. Всем счастливо!